Так, едем с вами на Бараканты. Сначала я заеду в магазин один био, в котором у меня пришла посылка еще из прошлой жизни, когда я заказывала косметику. Вот какая-то часть ее пришла только сейчас, и мы едем за ней. И затем на Бараканты. Думала сначала потом к Наташе еще поехать, но бензин довольно-таки далеко оттуда живет. Поэтому если она придет туда, на Бараканты, то туда мы с ней где-то в городе посидим, может. Ужасный ветер, вон ветки валяются с деревьев, вот налетали. Надеюсь, у Наташи там не рухнуло ничего, никакой дуб и ничего такого. У нас в такую погоду дома сидит, у каминчика или у телевизорика. Но иногда нужно куда-то выбираться, я не могу так. Тем более, это такая терапия, честно говоря, когда ты ходишь, ну что-то трогаешь, перебираешь. Я вам хотела сделать как раз вот несколько фотографий сюда поставить, что там выставили. На странице у них, у них есть там в фейсбуке страница у этих Баракантов. И они каждый раз что-то выставляют. Вот сейчас я вам поставлю сюда фоточки симпатичные. Ужас! Птицы какие! Какое настроение! Настроение так себе. Хочется зарыться в одеялко, куда-то забиться в уголочек. Утром сегодня никак не могла вылезти из теплой кроватки. Не спалось. Ну, короче, все мысли, что-то читаешь. Снова берешь, что-то читаешь, комментарии какие-то. Уже посмотрела, куда я следующие письма буду писать. Опротестовывать там, потому что мне не пришло уведомления. Они должны в лёгком процедуре прислать уведомления месяц назад. Оно мне на адрес не пришло. Ну, короче, буду пытаться везде. Там по всему, короче, всё так. У нас тут Миленфарма. Так, посылочка вам валяется. Подозрительно лёгкая какая-то. Я ещё не открывала. Долго так шло, и какая-то легковатая. Хотя я там палетки заказала. Какие-то наки и кисточки. Что-то она вообще совсем лёгкая. Так, сзади меня авария. Сейчас не стала снимать. Там двое что-то столкнулись. Короче, стоят там знаки ставят. Как они умудрятся, вообще непонятно. В общем, так, бедные. Так, сегодня вечером или завтра буду пельмени делать. Потому что у нас теперь Итьен и ещё тренер Дениса тоже ждёт пельменей. Вот, видите, домик такой интересный, красивый с этим. Это там, где я мебель брала, когда они там выезжали. Продали мне эту мебель шикарную. Всего за 100 евро. А так хочется к Наташе. Куру хочется. Нужно ехать всё-таки. Ну, мне потом этот бензин понадобится на другие дела какие-то. Блин. Ну, ладно, уже не поеду. Так, я сюда пришла в рай. Тут такие есть судебры, честно говоря. Просто вообще я вон себе взяла. Сейчас Наташа ещё покажу. Наташа здесь пришла тоже. Просто симпатичные очень вещи. Смотрите. Мекс, например. Разные всякие кофтки. О, какая штучка. И вот эта фигня. Короче, я здесь и... Платишки, короче, всякие шарфики. Такое. Всякое-всякое разное. Мужское, женское. И одеяло есть. Можно взять туда в дом, например, в тот дополнительный. Вот. Я сену Володе. 60 лет уже. Представляю, что и... И вы не пошли, что-то? И я Володю позвонила. Я же ей купила. И Олька, у тебя тут тоже подарок. Вы видели ложки-то, хохлома? Что? Ложки, хохлома. Ну, так, конечно. Чего тут не приедешь? А вон, у тебя нет уже ни абажора, ничего. Я потом иногда смотрю на видео и вспоминаю, что тут было. Саси, хазер, а? А, пардон. Короче, взяла такую штучку для того дома, потому что там уже есть наподобие для салфеток. Смотрите, они закрываются. Не взять такую или не взять. Можно взять, знаете, для чего? Торелка такая. Красивая. Для того дома. Чтобы они туда фрукты ковырали. Не знаю. Супница матушная. У меня уже этих супниц, честно. Смотрите, это чтобы пить вот так. Все испанелся. Так наливаешь туда вино, короче, и пьешь так. Это из Терруя. Но в Испании они немного больше. А, так вот. Короче, не поверите, я разгулялась там аж на 25 евро. Сейчас я вам покажу дома, что я купила, и вы упадете просто. Но я же разгулялась, а потом нас с Наташей еще повели, они туда в закрома для VIP-клиентов, типа. И там стояла мебель. Ну, конечно, я же не буду тащить всю мебель, да. Но два журнальных столика, один за пять, другой за десять, я взяла. И ставила, короче, вверх от одного журнального столика. Он для того дома, вот предназначался для гостиницы. И вверх это стекло. Я ставила машину, поставила и хлопнула дверью, короче, вдребезгий стекло. Видимо, круглая часть его одним углом, как мне глаза не рассчитали, оно поторчало чуть-чуть. Смотрите, какие птицы там белые. И, короче, дверь хлопнула, и все, вдребезги. Ай, прикол вообще полный. Теперь где-то искать стекло, вырезать. Все, бракантики у нас до марта. Они сказали, в последний день, там, 26-го, по-моему, марта, они будут делать прям большую распродажу и закрываются полностью. Потому что там одни пенсионерки вот эти уже старинные работают волонтерами. Они говорят, мы уже больше не можем. Так, мне сейчас надо заехать в магазин, взять перцы, потому что, ну, там мясо, мука, все это у меня есть на пельмени. Надо взять перцы, потому что мне еще делать, ну, хотя нет, на совершенно тебе возьму, потому что у меня надо делать плов. Короче, плов. Это, дайте ты, что бибикает мне. Мне, короче, надо делать плов с кулацей. Вон, короче, те, которые столкнулись, когда я сюда ехала. 50% киски. А у меня денег не ехал. Так, прося домой, не забыть остановиться около штуки, в которой бутылки сбрасывают стеклянные, чтобы сбросить мне туда остатки стекла, блин. У-у-у, какой. Пока я была в магазине, мне звонила подруга из Франции, которая моя, ну, подписчица тоже, вот. Мы с ней уже виделись, подруга. Она рассказала мне, что она тоже в жопу попала, в жуткую. Но там 50 тысяч долго. И вот я, ну, как-то, с дома приеду и перезвоню, расскажу. Нифига себе дожди, ну, как это. Ну, вот она. Что это? Резко так. Просто резко. Кстати, машина у меня снова протекает. Ну, и вот тут накупленная. Смотрите, здесь оникс у стола, столешница. Хорошо, что я ее не разбила. Вот такой стол у нас, такая столешница. Ну, понимаете, да? Короче, а вот стекло, которое я разбила. Это от другого столика, вот такого вот, который я хотела, бамбуковый такой стол, типа, который я хотела покрасить, но это так оставить. И вот, вот такие дела. Короче, тут одна часть такая большая, я решила оставить. Потому что у меня есть стеклорез, можно из нее что-нибудь сделать, может, край обработать, как бы. Посмотрим. Ха-ха, Яна с Бракантов. Вы сейчас посмотрите, какие-то шедевры. Здесь мне окупится, вот если так на продажу ставить, раза в 4, в 5, а то и больше. Короче, Наташа не поехала, хоть она меня звала, но я сказала, что, может, завтра утром, если проснусь, когда приеду. Потому что у меня хочется отдохнуть, это очень далеко ехать. В общем, посмотрим. Ну, там с ней потрещали чуть-чуть. Короче, вот, представляете? А-а-а, прикол. Ну, в принципе, можно его заменить, наверное, на что-то. Напишите в комментариях. Какой материал его можно заменить. Либо где-то найти стекло и его обрезать по кругу. У меня есть такая резалка, но, я не знаю, получится это вот так обрезать. Короче, я хотела покрасить вот это. Зерва. Бамбуковая. Какой-нибудь тоже такой вот цвет. И поставить в тот дом. Мне кажется, будет красиво смотреться. И вот, пожалуйста, шедевр. Шедевр. Бронза. Бронза, товарищи. И столешница из Оникса. Она гипертяжелая просто. Посмотрите на эту красоту. Это Оникс настоящий. За сколько такой в России можно было бы продать, как думаете? Короче, там было два столика из Оникса. Один квадратный такой, прямоугольный. Низенький тоже. Тоже столешница из Оникса. Тоже 10 евро. Но у меня уже не хватило. Короче, вот. Это где такой вид на такие цены? Вот где? Таких цен не бывает. Я такой столик могу, наверное, продать. Я не знаю. Ну, постараюсь за 100, конечно, продать. Немножечко скол здесь есть, конечно. Ничего страшного. И вот еще два. Ну, это камень. Ничего страшного. Но даже если за 50 продам. Купила за 10. И то прекрасно. А вот этот 5. Представляете? Так, показываю, что купила. 50 центов. Кашпо. Гулять-то гулять, да? Золото богато. Купила за 50 центов. Каждый тоже свечки. Вот такие, потому что у меня есть подсвечники. Вот и свечки пойдет на какой-нибудь Новый год там. Или на что-то. Валялся вот такой тоже. 50 центов. Это чехол для карт на Буяша. Новый совершенно. Он в футляре еще, видите? Прикольный такой. Если куда-то путешествуешь, туда карточки кладешь. Или же, ну, в какой-то, чтобы они все в одном месте у вас были. А дальше в нашей программе. В том доме я повесила уже, в Ферфорже, такую штуку для чашек. Я повесила там. И еще поставлю для красоты вот такую там. И посмотрите, там вместе с ней вот это все за 2 евро шли еще вот такие салфетки. Все это вместе с ней 2 евро. Представляете? Короче, взяла вот эту. Тоже туда, наверное, эти салфетки отдам в тот дом. Прикольно. Они там какой-нибудь будет праздник устраивать. Жильцы, например. 50 центов под ухо. Вот, конечно, все стирку сначала пойдет. Но она такая вот, видите? Материал такой хороший. Дальше. Сейчас упадете. Сейчас упадете, потому что вот эта куртка стоит 1 евро для Дениса. Она совершенно в хорошем состоянии. Вот такая. Внутри она вот такая. И это какая-то моно. Что за моно, не знаю. Очень хорошего качества. Моно. Кто знает такую фирму, напишите в комментариях. Такая моно Денису. И это мне просто так отдали. Она, конечно, стремная, как сумка. Но, как кашпо для горшка. Очень даже красиво. Вот, отдали просто так. Дениски. 1 евро. Мягенький. В нашей программе. Мне понравилась вот такая туника. Она как платье короткое. Такие короткие, конечно, не ношу. Но можно его как тунику летнюю. С какими-нибудь велосипедками, например. Такое платьишко. Платье-туника. Мне понравилось. Евро. Это у нас Вэйкода. Кто знает Вэйкода. Фирма. Дальше. Вот эта на продажу пойдет, потому что она мне мала. Она совсем маленькая. Мекс. Вот так она сделана. Прозрачные рукава. Здесь такое с подкладкой. Здесь вот такой вот, как шарфик. На манекен. На продажу. Купила за евро. Продам. Ну, дай бог, за 15. Мекс. Легкая туника. Такая внизу с разрезиками. Летом. На какой-то пляж, например. Это у нас Айор какие-то, как это называется. В общем, она совсем такая тонкая-тонкая. Я все же, ну, стираю, глажу потом всякими отдушками вкусными. И я там ношу, и сразу же выставляю их на продажу. Поносила чуть-чуть. В некоторые вещи даже не удается поносить, как они продаются. Вот такая еще кофтка с тигром. 50 центов. Такая с летучей мышью рукав. Вот, тоже в хорошем состоянии. Во. Тигр такой. Так, это я люблю такие мотивчики. Она такая вот тонкая, как купальники бывают. И она с крылышками. Мне очень идут всякие кофты с крылышками. Поэтому на какой-то купальник, внизу шорты, например, очень хорошо. Там стояли лаки. Это мне вообще подарили. Они сказали, что мы не знаем, они нормальные или нет. Но я посмотрела, они же нормально жидкие. Раз. Два. И какое-то средство уходовое от рис. Далее в нашей программе. 50 центов. Далее. Бусики вот такие 50 центов. Мне очень понравились. Они на таком шнурке. На легком таком. Как-то так сделаны. Мне нравятся. Вот эта бежушка мне особенно понравилась. Потому что она такая, вроде, с одной стороны громоздкая. А с другой стороны, если ее представить на каком-то пуховом, свитерке, светленьком, а еще бы подтон даже вот такой, да, голубой или розовый там, или серенький, то будет очень красиво смотреться. И так, если приглядеться, очень хорошо сделано это бежу. Оно вот так вот состоит, вот так. Мне нравится. Ну, 50 центов, люди. Представляете? В общем, вот, заехала еще, купила на квашную капусту еще капусты, перцы. Это для следующего плохо. В этот раз я сделаю ему запеченные баклажаны и пигмени. Он у меня каждый раз в чем-то уезжает. А это себе купила побаловаться. Сыр овечий. Люблю. И так, барахло все отмывать, чай ставить и монтировать видео. Спасибо еще раз одной моей подписчице, которая профинансировала сегодняшнее видео, сегодняшнюю поездку на браканты. Спасибо огромнейшее. И сейчас, как обещала, я вам в конце вставлю фотки, которые я взяла у них с сайта. Несколько там фоток будет друг за другом идти. Того, что там обычно продается, то, что продавалось в последние дни. Эти браканты будут закрываться, потому что эти тетушки больше не могут. Но я вот что думаю. Они говорят, мы устроим распродажу 26-го. И у них там такие завалы. У них там 120 квадратных метров. Все завалено просто вот этими всеми цацками, бракантами, одеждами и так далее. Я не думаю, что они 26-го все продадут. Но они говорят, мы будем закрываться. Поэтому куда все это пойдет? Я им скажу, скажу, давайте мне все привезем в ангар. Если хотите, типа, избавиться. Мне в ангар привезите. Я у вас сразу купить не могу, потому что это ассоциация. Они там кому-то деньги отстегивают бедным людям и так далее. Но пообещаю им, что буду продавать и какой-то процентик бедным людям туда отстегивать. В Красный Крест там и так далее. Заберу у них остаточки. И буду продавать в интернет-магазинах. Почему нет? Субтитры подогнал «Симон»? 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 подарки кучу так пришла посылочка из прошлой прошлой жизни заказ из прошлой жизни как говорится не теряя надежды начать косметическое дело заказаны мною палетки кисти спонжики крем это либо помада либо этот и вот еще помада маловато я вроде больше заказывала ну-ка ну-ка посмотрим что-то маловато вот еще что это наверно тоже либо помада либо это этот под глазами и всякие еще скидки на будущее о 95 евро карта а это hello fresh помните мы с вами готовили обалдеть так но эти все косметики я потом вам покажу в следующем видео будет много слишком в одном ах какая прелесть какая прелесть лачок то тоже да красота люблю подарочки еще раз лаки мне достались бесплатно бесплатно научила читать hit 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 Продолжение следует...